Всем привет! По многочисленным вашим просьбам и заявкам начинаем рассказывать практику фэншуй. Это начиналось как поставить денежную жабу. И что же будет в этом цикле у нас? Первое, что такое болезнь и каковы причины ее возникновения. Советы по гармонизации инь и янь в доме. Число Гоа и его влияние на нашу жизнь. Лунный календарь целительных процедур. Богоа и девять жизненных аспектов. Теория пяти первоэлементов в китайском исцелительстве. Общее очищение организма. Выведение токсинов. Как средствами фэншуй улучшить работу организма, улучшить бизнес и улучшить самочувствие. Вот такое мы будем обсуждать. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, задавайте вопросы. И что в первую очередь, то и поставим. Первое, что еще хочу сказать, кто будет досматривать до конца и скажет, сколько появлялось у нас практик фэншуй в данном видео. Их ждет приз. И что же такое практика фэншуй? Это для тех, кто хочет поправить здоровье и предотвратить болезни. Жить в гармонии с окружающим миром и самим собой. Как показывает практика фэншуй, китайского искусства счастливой жизни, гармония природных стихий рождает здоровье, а здоровье дарит человеку счастье. Поэтому воспользуемся рекомендациями мастеров фэншуй, собранными в наших передачах, для профилактика и лечения самых разных заболеваний. От банального насморка до грозных и опасных недугов. И так как мы понимаем, главный секрет здоровья коренится не в целительных упражнениях, не в дорогих и дефицитных лекарствах, а в нашем сознании, в наших жизненных установках. Именно наше мировоззрение является корнем наших несчастей, а то, что мы называем болезнями, только следствие, проявление. Именно поэтому исцеление надо начинать с работы над своим сознанием. С полного изменения представления о том, что есть болезнь, а что здоровье. Без этого все попытки добиться долголетия и идеального самочувствия обречены на неудачу. Да, с помощью лекарств, тайных методик, экстрасенсов и целого ряда других замечательных средств мы можем только облегчить свои страдания, только на время устранить. Отодвинуть сторону, чуть-чуть болезнь, но не освободиться от нее. И не важно, сколько вам лет, какой у вас уже накопился букет болезней, главное, готовы ли вы и хотите ли вы сделать что-то со своим здоровьем или хочется по-прежнему далее страдать. И для того, чтобы изменить мировоззрение, победить свои болезни, болячки и стать успешным, надо обязательно изменить свою жизнь комплексно, а не только какие-то ее части. Нет смысла чистить один ботинок и оставлять грязным другой. Изменения должны касаться как внутреннего мира, так и внешнего. Причем без трансформации первого не получится сделать абсолютно ничего. Убрать в комнате и не убрать в голове, значит снова и снова просыпаться в хаосе и страданиях и неуспешным. А когда уберем весь хаос в голове, тогда и будет главный секрет здоровья и успехов. Потому что если человек здоров, значит он и успешен. Самый главный секрет здоровья и то первое, с чего необходимо начать, это понять очень простую и важную истину. Это самый главный секрет здоровья, умещающийся всего в двух словах. Болезней нет. Нет болезней. Болезней нет. Есть только наше восприятие происходящего. Выбрана нами форма существования. Но все-таки вы скажете, как нет болезни, если мы болеем? Ну и вот что такое по своей сути является болезнь. Болезнь это нарушение равновесия, проистекающего из-за халатного отношения к самому себе. Именно оно и порождает мысли, а потом и действия, приводящие к серьезным нарушениям в работе человеческого тела. Поэтому недомогания являются ничем иным, как сигналом нашего организма, что мы пошли наперекор своей истинной природе. Что находимся на грани, за которой вас ждет преждевременная смерть. Болезнь это сигнал тела о том, что вы пошли наперекор своей истинной природе. Кроме того, такое отношение к телу порождает в психике человека разрыв между верхом и низом. И в скором времени мы замечаем, что голова живет отдельно от тела. Что любой психиатр скажет вам, является началом шизофрении. В жизни это проявляется тем, что мы не способны реализовать многое из того, о чем мечтаем. Попросту говоря, руки не выполняют указания головы, поскольку мы сами их и разделили. Но и этого мало. Через некоторое время разделение головы и тела приводит к тому, что в нашем подсознании между этими частями нашего существа возникает словно постоянная сужающая петля, удавка, которая уже на физическом уровне пережимает каналы сообщения ЦИ, кровь, нервы между головой и телом, что и порождает огромное количество заболеваний, как физических, так и психических. Список проблем, связанных с разделением головы и тела, можно продолжить, но и сказанного наверняка достаточно, чтобы вы поняли, насколько губительно такое восприятие своего тела. Болезнь – это нарушение целостности организма. И окончательное выздоровление возможно только в том случае, если вы восстановите гармонию между духом и телом, между иньскими и янскими органами, между собой и окружающим миром. И есть еще люди, те, кто хочет лечиться, но не желает быть здоровым. Это еще есть один такой подводный камень на пути к здоровью. Как ни странно, но является нежелание быть здоровым. Да, именно так. Большой процент людей, страдающих теми или иными заболеваниями, даже предпринимающих различные усилия по лечению, лекарства, походы в больницу и так далее, на самом деле совершенно не хотят выздоравливать. Причин здесь очень множество, но рассмотрим наиболее распространенные. Безусловно, здесь рассматривается только суть явления, а не подобный психологический анализ, поскольку это не является нашей целью. Первая причина – поиск любви и внимания. Обычно корни такого поведения уходят глубоко в детстве, когда о ребенке, как о личности, вспоминали только в те моменты, когда он болел. Конечно же, о ребенке заботились. Это была сугубо материальная забота – одеть, накормить и прочее. Но при этом никто не уделял ему должного внимания. А в большинстве случаев малыш просто слышал упреки в том, что не выполняет своих обязанностей. И вот ребенок неожиданно заболевает, и в поведении родителей все меняется. А малыша начинает заботиться в полном смысле этого слова. И тогда маленький человек понимает, что болеть для него выгодно. И, безусловно, принятие такой истины в большинстве случаев происходит бессознательно, но становится программой и на всю последующую жизнь. И тогда человек, ставший уже взрослым, не работает над собой, но все так же становится болезненным. Болезненность для него – это желание, желание получить любовь. И он подсознательно не понимает, что он не хочет выздоравливать. Точно так же вторая причина – поиск, прощение и оправдание. Достаточно простая причина, которая появляется в достаточно позднем возрасте, когда человек уже полностью осознает, что он делает. В этом случае болезнь становится средством оправдать любые свои неблаговидные действия. И самое распространенное из них – это лень. Чтобы не выполнять какую-либо работу или не брать на себя ответственность, человек уходит на больничный. Попросту его жалеют, и он ничего делать не будет. И следующая причина – это поиск героизма. Данный способ обманывать судьбу присущ в основном уже взрослым людям. И он весьма прост. Человек ищет болезненное состояние, чтобы доказать окружающим, что он герой. Вот видите, какой я больной-больной, но все равно пришел на работу и выполняю задание. Но всем, которые сказали себе «болезни нет» и «я буду успешным и активным», надо запомнить одну истину. Болезнь приходит к нам в тот миг, когда мы с ней соглашаемся. Болезнь не приходит вдруг. Мы ее долго в себе взращиваем. 50% склонности – это внушение и самовнушение. Проявление склонности – это ваш собственный выбор. Здоровье – это будильник, который нужно заводить. Да, действительно, наше здоровье подобно будильнику. Чтобы он работал, его нужно каждый вечер заводить. Хороший стартовый капитал – значит только одно. Он просто хороший стартовый капитал. Ни больше, ни меньше. Но его нужно поддерживать. За организмом необходимо ухаживать, заводить тренировками, упражнениями, правильным питанием, вкусным и здоровым сексом. Без этого часовой механизм остановится, что для человека означает неминуемую смерть. Будь самый здоровый человек на свете. Но стоит перестать упражнять мышцы и психику, вы очень быстро превратитесь в воспоминания о когда-то здоровом, очаровательном ребенке. Нашему организму просто жизненно важно постоянно получать новый запас энергии. Тут будет уместна аналогия с голоданием. Когда человек отказывается от еды, он поначалу страдает. Но приходит время, чувство голода притупляется, организм начинает есть шлаки. То есть освобождаться от токсином. Ну и почему же мы стали теми, кем мы стали? Или о той печали, когда мы смотрим в зеркало? Почему же здоровые и относительно здоровые люди со временем превращаются в больных людей? Или, глядя в зеркало, мы видим немощные, истощенные и излишне полные обрюхшие тела? Ответ очень прост. Мы перестали следовать своей природе. Отвлечемся на миг от того, что современный человек редко питается правильно и имеет множество вредных привычек. Две из которых просто губительны. Это курение и алкоголь. Сейчас мы поговорим о другом. Как это ни странно звучит, но современный человек в большей степени страдает как раз не от перегруженности, а как раз наоборот, от недогруженности. Как сказал один человек, жизнь это есть движение. И вот именно движения нам и не хватает. Вот задумайтесь, зачем человеку ноги и плечи, позвоночник, мощный таз? Зачем такое количество мышц, связок, сухожилий и так далее? Да все для того же, выдерживать ежедневные нагрузки. Поэтому для своего нормального функционирования организм нуждается в напряжении и борьбе. Обратим внимание, что чаще всего болеют те дети, которые росли в тепличных условиях, чей организм не привык сопротивляться и бороться, то есть изначально был вынужден атрофировать свои способности быть здоровым. Те же, кто рос в неблагоприятных условиях, холодных комнатах и так далее, наоборот, как правило, даже насморком не болеют. Почему? Да потому что их тело с юных лет обучено правильным, адекватным реакциям. Оно умеет жить в истинном значении этого слова, то есть преодолевать трудности. Итак, друзья, подытожим или сделаем резюме здорового человека. Самый главный секрет здоровья не в целительных упражнениях, не в каких-то редких и волшебных лекарствах, а в нашем сознании, в наших жизненных установках. Вылечиться невозможно. Можно стать здоровым. Болезней нет. Есть только наше неправильное восприятие происходящего, выбранная нами форма существования. Болезнь – это нарушение равновесия, проистекающая из-за халатного отношения человека к самому себе. Болезнь – это сигнал тела о том, что вы пошли наперекор своей истинной природе. Это нарушение целостности и окончательное выздоровление возможно только в том случае, если вы восстановите гармонию между духом и телом, между собой и окружающим миром. Болезнь – это урок, данный вами, самому себе, для того, чтобы осознать, что тело – храм Божий. Быть здоровым телесно и быть здоровым духовно – две стороны одной медали. И одно не может существовать без другого. Высокодуховный аскет с высушенным телом и культурист с идеальным здоровьем, но нулевой духовностью, одинаково далеки от истинного здоровья, поскольку они нецелостны. Решает не то, с чем мы пришли в этот мир, а то, что мы можем с этим сделать. Хорошая у вас наследственность или нет, в любом случае, все зависит от вас. Даже в тех случаях, когда невозможно устранить природную аномалию, всегда есть шанс свести ее к минимуму. Проявление склонности зависит от образа жизни. Болезнь приходит в тот миг, когда вы с ней соглашаетесь. Болезнь не приходит вдруг. Мы ее долго в себе взращиваем. 50% склонности – это внушение и самовнушение. Проявление склонности – это ваш собственный выбор. Здоровье подобно будильнику. Чтобы оно работало, его нужно ежедневно заводить. И будь вы хоть самый здоровый человек на свете, но стоит вам перестать упражнять мышцы из психику, вы быстро превратитесь в дряхлого и немощного старика, сколько бы вам ни было лет. Если желаете жить полноценной жизнью, если не хотите деградировать, вы должны заставлять себя двигаться, двигаться и еще раз двигаться. Движение – это жизнь. Человеку время от времени нужно не только жить, но и выживать. Поэтому будем здоровы, друзья! В следующем нашей части, в следующих наших видео, мы сделаем, расскажем об основных теоретических сведениях фэншуя. Это ЦИИША, ИНЬ и ЯНЬ. Прочитаем советы по гармонизации ИНЬ и ЯНЬ в доме. Расскажем о теории пяти первоэлементов в китайском целительстве. То есть, это будут краткие теоретические сведения. Всем хорошего здоровья и до новых встреч! Друзья, кто не подписался еще на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии и, конечно же, считайте, дабы получить вот тот приз, о котором я говорила в самом начале. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok